Добрый вечер, в эфире весь Карачаево-Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Около 400 новобранцев из Карачаева-Черкесии пополнят ряды российской армии этой осенью. Сегодня в стране начался осенний призыв. Он активно отстаивал интересы своего народа и родной республики. В Карачаевске увековечили имя Магомета Шаухаловича Чучаева. Желающие проверить свои знания по географии приняли участие в масштабной международной просветительской акции, проводимой Русским географическим обществом. 157 лет службе судебных приставов. На праздник по такому случаю они пригласили ребят из Центра военно-патриотического воспитания. В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, завершены мероприятия по призыву в рамках частичной мобилизации. Глава республики Рашид Темрезов дал поручение военному комиссариату Карачаева-Черкесии подготовить необходимую документацию и довести информацию до районных подразделений. При этом продолжается работа по приему добровольцев и кандидатов для прохождения контрактной службы. Сегодня в России начался осенний призыв. По словам военного комиссара Карачаева-Черкесской республики Сергея Белобородова перенос старта кампании с октября на ноябрь связан с мобилизационными мероприятиями. Нынешней осенью планируется призвать около 400 новобранцев, что меньше стандартного набора последних лет. Кроме того, из-за участия военнослужащих по контракту в специальной военной операции в воинских частях будут созданы отдельные подразделения. Их служба пройдет исключительно на территории Российской Федерации. В военных комиссариатах завезено и находится уже в сборном пункте. Все необходимое имущество для обеспечения вещевым удовольствием, продовольствием. Большинство наших призывников, бывающих для проходения службы, будут проходить службу в вооруженных силах. Также будем направлять войска национальной гвардии и МЧС. Большинство призывников будет направлено в воинские части, которые занимаются учебные воинские части. И будет, соответственно, с ними проведена подготовка по военноучетным специальностям. В дальнейшем они будут распределены по воинским частям и будут дальше продолжать боевую подготовку, осваивать свою воинскую специальность. Он всю жизнь служил своему народу и своей стране. В Карачаевске прошло открытие памятника выдающемуся государственному деятелю, общественному политическому деятелю Карачаева Черкесии Магомеду Шаухаловичу Чочаеву. Он показал пример героизма на фронтах Великой Отечественной войны и внес свой вклад в возвращение карачаевского народа из мест депортации. На открытии памятника побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Он по праву является символом служения своему народу, отмечает собравшиеся на открытии памятника Магомету Чочаеву. Данное мероприятие проходит в рамках празднования столетия Карачаева Черкесии, где было принято решение увековечить имена прославленных сынов нашей республики, которые внесли значительный вклад в развитие и укрепление нашего региона. На открытии памятника собравшись, отмечали, что Магомед Шаухалович был настоящим патриотом, который любил и ценил свой народ. Открывая сегодня памятник Магомеду Шаухаловичу Чочаеву, мы отдаем дань глубокого уважения настоящему патриоту и замечательному человеку. Депутат Верховного Совета СССР, председатель облсполкома Карачайской автономной области, участник Великой Отечественной войны. Чем бы он ни занимался, он всегда был верен своим принципам и родине, служил правому делу. Будучи человеком, безмерно любящим свой народ, Магомед Шаухалович являлся интернационалистом. Он всегда был в заединении с другими народами. Уроженец Хурзука Магомед Чочаев в возрасте 29 лет. Избирается депутатом Верховного Совета СССР. С 1938 по 1939 годы работал на посту председателя облсполкома Карачайской автономной области. В эти ужасные годы репрессий Магомед Шаухалович смог не просто сохранить свою жизнь, но и активно отстаивать интересы карачайского народа, стараясь спасти от репрессий ярких представителей национальной элиты, отмечали собравшиеся. Когда Чочаеву только исполнилось 29 лет, в 1938 году его избирают председателем Карачайского облсполкома. Избирают депутатом Верховного Совета СССР. Он сразу устремляется спасти Куржиева из этого ада. Эта его затея не поддается исполнению, потому что к этому времени Куржиева, Курмана Алиевича уже живых не было. Магомед Чочаев показал пример героизма на фронтах Великой Отечественной войны, будучи комиссаром кавалерийской дивизии. Был награжден орденами и медалями. Неоценим вклад Магомеда Шаухаловича по возвращению карачаевского народа из Средней Азии на историческую родину и восстановлению Карачаева-Черкесской автономной области. Именно на таких примерах мы должны воспитывать нашу молодежь, подчеркивали выступающие. У каждого народа есть люди, люди-символы, на которых равняются, на которых радуются, с которыми люди, как со звездами, сверяются. Одним из таких людей бесспорно был Магомед Шаухалович. И, конечно же, увлековечение памяти таких людей важно, значимо не для них, не столько для их родственников, родных, для фамилии Чудчаевых. Оно нужно нам, живущим сейчас. Это нужно для будущих поколений. После чего представители рода Чудчаевых открыли памятник Магомеду Чудчаеву, а собравшиеся возложили к нему цветы. Али Халибшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В общественной палате республики состоялся круглый стол о готовности сферы ЖКХ к работе в осенне-зимний период. В работе круглого стола приняли участие члены общественной палаты, эксперты, представители администрации районов, представители теплоэнергиоотрасли и ЖКХ. Председатель комиссии по экологии и строительству ЖКХ и дорогам Анатолий Барков отметил, что вопрос по отопительному сезону является важным. В этом году была проделана большая работа, начавшаяся еще весной. Участники мероприятия пришли к выводу о том, что за последние годы были достигнуты улучшения в отопительной системе. Есть районы, в которых ситуация лучше, чем в других, но тенденция на исправление неполадок и решение проблем наблюдается. Регулярно проводится техническое обслуживание и обновление оборудования, говорили присутствующие. Не секрет, конечно, что это вопрос жизненно важный, социально значимый, потому что это делается для народа, для наших людей, для общества. Ну, вопросы подготовки, подчеркиваю, к работе в осенне-зимний период, они за этот период, с мая месяца, когда начинались уже подготовительные работы, они, безусловно, были рассмотрены всеми структурами власти, органами исполнительной власти, муниципальными образованиями, другими общественными структурами. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, местами туман, днём в отдельных районах небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 2, плюс 3, в горах до 7 градусов мороза, а днём 7-12 выше нуля и местами до плюс 6. На дорогах гололедица. В Черкесии ночью без существенных осадков, днём слабый дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0, плюс 2, а днём 9-11 градусов тепла. Пять, шесть, семь. Во всех магазинах «Еврообувь» клиентские дни. Скидки 50% на всё. Только 7 дней. Успейте купить с выгодой в магазине «Еврообувь». Дорогой, это багажник? А я сумочки ещё посмотрю. Новая коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на кругу. Улица Кавказская, 42. Город Черкесск. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». На борту Международной космической станции во многих странах мира и по всей России прожёл Международный географический диктант 2022 года. В Карачаево-Черкесии открылись более 20 площадок, а главное, как и прежде, в Качагу имени Умара Алиева. Диктант писала и Алла Динаева. Горожане, желающие проверить свои географические знания, заполнив анкеты, приготовились участвовать в масштабной международной просветительской акции, проводимой русским географическим обществом. Вопросы географического диктанта озвучивали российские и иностранные знаменитости. Вопрос номер один. В кавказской серии работ художника Василия Васильевича Верещагина можно увидеть пейзажи двух высочайших вершин этой горной системы. Что интересно, обе они представляют собой потухшие вулканы. Что это за вершины? Для ответа отводилось 30 секунд. Диктант состоял из двух блоков, а всего в нём было 40 вопросов. Самая юная участница диктанта – Асиат Узденова. Я учусь в четвёртом классе, и у нас это предмет окружающий мир. Там есть разные темы, ну, моря, океаны, реки, озёра, материки разные, ну, например, ещё плоскогорья, горы. Почему ты решила так вести? Почему сейчас? Я люблю географию просто. Елена Чучаева сегодня стала членом Крачево-Черкесского отделения Русского географического общества, а в диктанте участвует впервые. Люблю природу, уже 10 лет занимаюсь альпинизмом, люблю ходить в горы, люблю путешествовать, поэтому для меня очень важно поучаствовать в мероприятии, посвящённом географии нашей страны. Словом, географический диктант – экзамен универсальный на знания географии страны, истории, археологии, культуры, различных открытий и особенностей регионов. В последнее время в Карачаево-Черкесии многие школы организовывают свои площадки, и поэтому на центральную площадку, в университет, явка была, создалось такое впечатление, что ниже. На самом деле это не так. Увеличивается количество площадок, а численность, оно неуклонно растёт ежегодно. Я думаю, что в этом году будет не исключение. Диктант проводится с 2015 года. Ректор Кочегута Усултан Узденов участвует в нём ежегодно. Какой вопрос был самый интересный в этот раз, который запомнился или сложный? Самое большое затруднение у нас вызвало, это даже с Унухпекировичем, с нашим заведующим кафедрой сидели вместе, мы друг с другом немножко. Это было про первооткрывателей, два вопроса было первооткрывателей. Кто-то сказал про Крузенштерна, кто-то сказал Беллингаузен. Вот здесь у нас мнения разошлись, разделились. Мы не знаем, мне будет интересно посмотреть, кто же из нас был прав. А так остальные вопросы мы писали самостоятельно. Географический диктант пишет, чтобы вновь прикоснуться к неизведанному, познать окружающий мир и разгадать загадки многовековой истории России. Сегодня служба судебных приставов отмечает свой профессиональный праздник. Профессия приставов нередко остается незамеченной среди обывателя. Действуя в соответствии с законом, специалисты обеспечивают исполнение официальных решений. Суда поддерживают порядок во время заседаний и не только. Альбина Курачинова-Кейнжева подробнее. В актовом зале Федеральной службы судебных приставов прошел праздник, посвященный 157-летию службы. По такому поводу собрались сотрудники, их дети и гости из Центра военно-патриотического воспитания молодежи. Они подготовили для виновников торжества свои номера. Мы с ребятами приехали поздравить с профессиональным праздником наших старших товарищей. Мы не понаслышке знаем, как они хорошо относятся. Часто мы с помощью управления службы в Карачаево-Черкесии проводим соревнования. Ребята участвуют, а сотрудники и руководство управления очень сильно нам в этом помогают. Поэтому мы равняемся на них. Они нам помогают, они нам подсказывают. И вот такой день, само собой разумеется, когда нам сказали, что есть такая возможность, мы с радостью приехали. Также сотрудниками было продемонстрировано приведение к присяге вновь принятых сотрудников управления. Была организована демонстрация оружия, находящегося на вооружении службы судебных приставов России. Все было сделано для того, чтобы познакомить присутствующих с профессией судебного пристава и разделить профессиональный праздник. В такой день хочу пожелать коллегам терпения, здоровья и чтобы у них все дома было хорошо. Я хочу пожелать нашей молодежи, подрастающему поколению, чтобы они выросли настоящими патриотами нашей Родины и были достойными детьми нашей Великой России. Становление и развитие Института судебных приставов – заслуга всех работников. В такой важный день отметили ветеранов службы и выразили глубокую признательность. В завершении праздника для ребят был подготовлен сладкий стол. Альбина Курочинова, Кенжева, Мухаммед Ошибоков. Вести, Карачаева, Черкисия. Это все Вести на сегодня. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Художник». Субтитры создавал DimaTorzok